Привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинансы. В этом видео я хочу рассказать о том, имеет ли смысл начинать свой собственный бизнес, а точнее своего страхового брокера полностью самостоятельно, либо стоит рассмотреть возможность привлечения инвесторов, начать бизнес вместе с друзьями, с незнакомыми людьми, у которых есть деньги и так далее. Ну, сразу скажу, да, забегая вперед, сразу скажу, что мое личное мнение, конечно же, лучше начинать свой собственный бизнес только самостоятельно, никого не привлекать, никаких денег не подтягивать, кроме кредитных, и начинать смело идти вперед и строить свой собственный бизнес. Объясню теперь почему и какие риски возникают, если вы будете делать это с другими партнерами. Ну, смотрите, во-первых, вы создаете свое собственное детище, это ваша компания, ваша личная компания, которая принадлежит именно вам, и вы можете делать в ней все, что захотите. То есть, ваша песочница, что хотите там, то и делайте. Когда же вы разделяете собственную компанию на начальном стапе, такого уровня, с кем-то другим из других партнеров, то получается, возникает проблема, что партнер, он же тоже видит свою собственную компанию, но видит ее немножечко по-другому. Он хочет, чтобы корпоративные цвета были не синие, а красные. Он хочет, чтобы сотрудники в офисе работали не мужчины, а женщины, или там микс, или больше преобладание женщин, или больше преобладание мужчин. Вы хотите работать на компьютеров Apple, он хочет работать на Windows. Вы хотите, чтобы корпоративы у вас проходили в боулинге, да, ну, то есть, играли в боулинг, а другой хочет, чтобы вы выезжали за город на шашлык. Это маленькие вещи, но на самом деле так будет в каждой мелочи. В каждой мелочи вы будете не совпадать с мнением со своим партнером и будете тратить очень много времени на выяснение, как же лучше это сделать. Но это на самом деле полбеды. Это вообще очень маленькая часть, но она тоже будет, и здесь вы уже в первый момент будете цепляться. Когда вы только начинаете свой собственный бизнес, вы легко его вообще можете поделить. Да ну на тебе 50% вообще. Бери, братан, братишка, сестричка, пожалуйста, 50%. Почему? Потому что у вас сейчас ноль, полная дырка, бублик, то есть бизнеса еще нет, вы еще не вложили ни времени, ни денег, ни эмоций, ничего не вложили в этот бизнес, он ноль, поэтому поделить его, отдать половину, да вообще легко, вообще легко. Но что возникает, когда пойдут первые деньги, первая прибыль? Вы начнете анализировать, вы смотрите, ага, за январь мы заработали миллион рублей. Мы заработали миллионы рублей, отдали зарплату, отдали аренду за офис, остались деньги. И вот тут возникает, ну возникает мысль. Вы понимаете, что блин, ну надо сейчас ускориться, надо сейчас еще эти бабки вложить, эти деньги вложить в развитие бизнеса, еще сейчас мы вложим чуть-чуть и заработаем 2 миллиона. А партнеры начинают думать, блин, ну мы так пахали уже целый год, я вообще уже на самом деле усах хочу поехать сгонять в Таиланд, кайфануть здесь, отдохнуть, чтобы с новыми силами со следующего месяца бахнуть так, чтобы тоже увеличить бизнес в 2 раза. Или можешь сказать, блин, да хорош уже, что тут развивать, нормально, миллион качает бизнес в месяц, и все, и хорош. Понимаете, то есть уже когда пойдут деньги, уже вы будете очень сильно упираться в то, как же эти деньги распределять. Это первый момент. Отлично. Подразумевается, что вы оба фигачите, вы оба работаете. А что произойдет в тот момент, когда вы целый год поработали оба, более-менее, а потом одному интересно этот бизнес развивать, он прет вообще там, копает, роет, а другому стало вообще неинтересно. И он для себя понимает, ну я же инвестор, да, я же собственник этого бизнеса, да, я имею 50%, конечно, я имею 50%. Значит, я могу уже, в принципе, и не работать, этот бизнес приносит мне 50%, значит, я могу пойти и заняться чем-то другим, пусть там Серега, Вася, Петя, мой второй партнер, этими всеми остальными вещами занимаются и так далее. То есть понимаете, потому что когда вы начинаете с партнерами, еще появляется трудовая повинность, трудовая повинность, что вы оба должны работать. А в какой-то момент кто-то будет работать на 100%, кто-то будет работать на 70% и так далее. Кроме того, когда у вас есть такая трудовая повинность, вы еще и отдыхать должны чуть ли не с разрешения друг друга. Понимаете, не может быть так, что один бизнесмен работает, да, а другой не работает или там отдыхает, и вы будете постоянно с оглядкой друг на друга смотреть. Друг на друга с оглядкой постоянно смотреть. И это все то, что тормозит бизнес. Вы скажете, ну ладно, Кирилл, это не такие вообще проблемы, все это решаемо, я готов пойти на эти жертвы. Братишка, успокойся. Вот, и я готов пойти на такие жертвы, да, все в порядке, готов пойти на это ради создания своего бизнеса. Но я просто хочу сказать, что те же самых результатов, которые вы добьетесь вместе с партнером, вы можете добиться и самостоятельно. Может быть, чуть-чуть медленнее, может быть, действительно не так много и так далее. Но зато у вас будет собственная компания, вы будете принимать решения лично, будете определять все в этой компании, что происходит. И это мега важная, мега важная фишка, потому что будете действовать полностью без оглядки, полностью без оглядки. Если вы захотите зарабатывать с партнерами, если у вас, у ваших друзей, знакомых, есть какие-то ресурсы, возможности, связи и так далее, отлично, вы можете это использовать, обязательно нужно использовать. Ну, не делитесь собственностью своей компании, отдавайте просто деньги. То есть, если нужно, чтобы кто-то из ваших хороших знакомых привлекал клиентов, и он умеет и делать, пожалуйста, пусть привлекает. Но пусть привлекает это за деньги, за деньги, которые вы отдали, и все, и вопрос закрыт сразу. Он товар, стулья, товар, деньги. Днем стулья, вечером деньги и так далее. А не так, как вы можете работать в обычном бизнесе. То есть, он приносит клиентов, вы ему какую-то часть прибыли и так далее, но тем не менее, он еще и остается собственником бизнеса и многое-многое другое. Поэтому, мой основной вердикт, начинайте свой собственный бизнес самостоять. Я понимаю, что ссыкотно. Я знаю, что это ссыкотно. Я знаю, что ссыкотно. Но здесь нужно немножечко себе преодолеть и все-таки принять решение и начать самостоятельно. Плюс, что еще какое добавить хочу. Я осознал, что наши тренинги, наш тренинг «Брокер на миллион», он на самом деле является еще и мощным инструментом для вот таких начинающих бизнесменов, как принять решение развиваться самостоятельно. Почему? Потому что в тренинге десятки, уже скоро будут сотни людей, которые параллельно также создают свои бизнесы и они эмоционально друг друга поддерживают. В чате на сегодняшний момент, это Телеграм, они друг друга поддерживают. Что-то получается, что-то не получается. А, давай, Серега, у тебя будет все нормально, давай, давай. Это то, зачем в том числе люди начинают бизнес с партнерами. Чтобы была поддержка в кризисной ситуации, когда кто-то морально проседает и думает, блин, не получится, ее партнер говорит, эй, давай, 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 ты что, все нормально будет, давай, давай. И наоборот, партнер проседает, вы будете его поддерживать. А в данном случае, когда вы начинаете бизнес самостоятельно и у вас есть такой ресурс, вас будут бодрить и помогать люди из этого же бизнеса, но они никак не участвуют в вашей компании. Вот за эти советы они ничего не будут вас просить, не будут ничего у вас забирать и так далее, и так далее. Вы спокойно, без оглядки можете двигаться и создавать свою собственную компанию. Я не знаю, как работает это в других бизнесах, но страховым агентом, страховым брокером стать без поддержки партнера, без финансовых влияний на сегодняшний день очень легко. И вам я настоятельно рекомендую делать именно так. Если вы еще не подписаны на мой канал, то ниже этого видео найдите, пожалуйста, кнопочку и подписывайтесь на него. Если вы не согласны и говорите, о, Кирилл тут какую-то ерунду наговорил, у меня совсем другое мнение по этому поводу. Вот мой партнер, он не такой. Вот мой друг, да он не такой. Да мы с ним прошли огонь и воды, и медные трубы. Да, кстати, насчет друзей и медных труб. Помимо того, когда вы разойдетесь, а вы рано или поздно разойдетесь, вы еще и сильно, очень сильно можете поссориться со своим другом и вообще его потерять. Поэтому поберегите друзей, их не так много. Поберегите друзей, начинайте бизнес самостоятельно. Если вы еще ни разу не участвовали в моем тренинге, брокер на миллион, точнее бесплатном пятидневном тренинге, то опять же ищите рядом с этим видео, где-то недалеко, должна быть ссылочка, регистрируйтесь и приходите на этот тренинг. Обычно мы, если и запускаем его, то это происходит в среду. Все, друзья, меня зовут Кирилл Рыбасов. Надеюсь, этот совет поможет вам сэкономить очень много эмоций, очень много денег. Вы создадите большую-большую компанию. И потом, спустя несколько лет, будете говорить, ай, Кирилл, молодец, спасибо от души, отличный совет ты нам дал. Все, всем счастливо, пока-пока.